Ораторское искусство, умение взаимодействовать с публикой, доступность изложения материала. Критерии оценивания спикеров на всероссийском конкурсе Лига Лекторов, полуфинал которого уже второй год проходит в стенах Казанского Федерального Университета. 30 марта в Малом Зале Уникса прошел первый конкурсный день, в рамках которого 13 участников представили свои темы публике. Всего на протяжении четырех конкурсных дней выступят 76 спикеров. Лига Лекторов – это мероприятие, которое проходит под эгидой Всероссийского общества знания. Это на самом деле очень важное мероприятие, которое позволяет, во-первых, выявить ребят, которые действительно талантливые, умеют хорошо презентовать свои идеи, научные идеи прежде всего. С другой стороны, это возможность самому обществу знания сформировать некоторый пул лекторов, которые в дальнейшем могут работать с аудиторией и доносить научно-популярную информацию до общественности, что называется. Лига Лекторов – отличная возможность попробовать себя в роли спикера и прокачать профессиональные навыки. В конкурсе принимают участие как студенты и преподаватели старше 18 лет, так и подростки, не достигшие совершеннолетнего возраста в рамках школьной лиги. Стоит отметить, что выступления участников оценивают зрители не только присутствующие в зале, но и те, кто наблюдает за спикерами с экранов и мониторов. Вот эта просветительская инициатива общества знания, она очень важна с точки зрения самого развития, как молодого человека. Вы же все прекрасно понимаем, что стать профессиональным лектором очень сложно. То есть и все навыки и компетенции, которые человек проходит в своей жизни, это путем большого количества лекций, ответа на неудобные вопросы. То есть это большая система тренировок. Полуфинал проходит в 10 городах Российской Федерации. По его итогам 100 участников лиги лекторов и 50 участников школьной лиги лекторов пройдут на финальный этап, который состоится 16-17 мая в Москве. Анастасия Уткина, Никита Акиншин, Универньюз.